Почему считают, что цель устойчивого развития, ЦУР, это универсальные цели? Дело в том, что они были утверждены всеми странами мира, то есть это цели для всех стран мира, в отличие от предыдущих целей, целей развития тысячелетия, ЦРТ, которые были приняты в 2000 году. На самом деле это не совсем так, потому что ЦРТ тоже были всемирными целями для всех стран, но общественное мнение воспринимало их как цели для развивающихся стран, как своего рода международная помощь. Дело в том, что такие цели для всего мирового сообщества, сама эта идея родилась в конце 90-х годов, потому что в 90-е годы после падения Берлинской стены резко сократился уровень официальной помощи развитию. И именно поэтому цели развития тысячелетия увязывали именно с развитием. Ну и, кстати говоря, результаты были налицо. Начиная с 2000 года, международная помощь возобновилась. Она не достигла прежнего уровня, но тенденция все-таки идет по нарастающей. Все страны утвердили цели устойчивого развития, но означает ли это, что все страны – это развивающиеся страны? Кстати говоря, это может многих шокировать. Если вы скажете в Сомали, что США – развивающаяся страна, то это вызовет шок. Но все из-за того, что мы назовем развитием. Речь идет не просто о развитии, а о устойчивом развитии. И страны с севера должны пойти на такие же усилия для экологической устойчивости, что и страны юга для того, чтобы стать промышленными странами. Посмотрите на этот график. Здесь, на верхней оси, вы видите уровень человеческого развития, то есть экономического и социального развития стран. Далее, в красной пунктирной линии показан порог человеческого развития достаточно высокого уровня, порядка 0,8. А на другой оси вы видите экологический след. И для того, чтобы планета выжила, нельзя превышать вертикальную черту. И для того, чтобы печь это устойчивое развитие, надо находиться вот в этом небольшом квадратике слева, где написано «устойчивое развитие». И этого не достигла ни одна страна. И не только ни одна страна этого не достигла. Но те страны, которым удалось добиться высокого уровня развития, то есть 0,8 по индексу человеческого развития, им удалось этого добиться только за счет того, что они стали на путь развития, который не является устойчивым. На той схеме, которую вы видите здесь, что можно видеть? Те страны, которые находятся посредине, это те страны, которые ближе всего к этому квадратику, направляются к другой модели развития. Причем действовать нужно быстро. И это важно и верно и для наиболее развитых стран. Им, может быть, труднее всего достичь этих целей устойчивого развития. Это сложно также и для тех стран, которые еще не встали на этот путь. Те страны, которые находятся внизу. Эти страны должны начать движение и взять на вооружение другую модель развития. Я говорю о путях, а когда на самом деле это настоящие автострады. Сегодня 20 триллионов долларов откладываются на нашей планете ежегодно. Это общий размер сбережений. То есть мы прямым ходом идем в тупик. И если мы хотим добиться устойчивого развития, необходимо эту автостраду изменить. Сколько для этого потребуется денег? Ну, конечно же, не триллионы, как сегодня. Но потребуется все-таки найти какую-то политическую решимость для того, чтобы взять на вооружение новые модели и для развивающихся стран, и для промышленно-развитых стран. То есть все государства берут на себя обязательства, но странам севера предстоит проделать более серьезную работу. Потому что все обязуются добиться реализации ЦУР у себя. Бороться с бедностью, бороться за образование, здравоохранение, бороться с неравенством, бороться с сохранением климата, за чистый воздух, за здравоохранение, за океаны. Но, кроме того, страны севера должны помочь развивающимся странам добиться реализации ЦУР. Особенно это касается наиболее бедных стран мира. И, кстати говоря, для этого имеется особая ЦУР, ЦУР номер 17, где речь идет о партнерских отношениях, о правилах международной торговли, о необходимости оказания помощи ЮГУ, о том, что надо обмениваться технологией, надо найти какие-то источники финансирования, развития. И одной из таких форм финансирования является международная помощь. ЦУР в этом плане представляет собой новые рамки международной помощи. То есть необходимы рамки для всех стран. Можно сказать, что и цели развития тысячелетия, и ЦУР – это цели для всего человечества. И здесь все дело в букве «Р», то есть развитие. ОПР – это официальная помощь развитию. Да, речь идет о развитии. Но в каком развитии? О том развитии, которое представлено в 17 целях, в 169 задачах ЦУР. В 2015 году было отрочено международное соглашение, и все согласовали тогда слово «развитие». Это потрясающий результат, которого ранее никогда не было. То есть каждая страна разрабатывает свою дорожную карту достижения этих самых ЦУР. ЦУР – это конечная цель, и надо найти траекторию продвижения к этим ЦУР, в том числе и в области климата. И именно тут приобретает особое значение конференция по климату, Парижская конференция по климату в 2015 году. Необходимо также, чтобы Международные агентства развития оказывали помощь развитию для движения по этой траектории в национальных масштабах. Какой можно сделать вывод? Все страны берут на все обязательства по достижению цели устойчивого развития. Это абсолютно не та траектория, не одинаковая траектория для всех стран. То есть Франция в настоящее время, благодаря своему общему Генеральному коммунистриату устойчивого развития, разрабатывает свою дорожную карту выполнения ЦУР. Для таких стран, как Франция, это большая ответственность. Но все страны севера должны также оказывать поддержку и странам юга, и путем соответствующей политики, и путем международной помощи. И тут нужны новые рамки. Необходимо опираться на траектории развивающихся стран. Я еще раз хочу напомнить, что по линии ЦУР предусматривается, чтобы 0,7% национального дохода выделялось на международную помощь развивающихся странам. Редактор субтитров А.Семкин